На Ямале выросла заболеваемость ОРВИ. Эпидпорог превышен на 4,3%, пишет сегодня информационное агентство «Северпресс». Вирус гриппа в лабораториях округа обнаружили у 55 пациентов. Учитывая дальнейшую тенденцию к росту заболеваемости ОРВИ гриппом и внебольничными пневмониями, главный санитарный врач Ямала Людмила Нечапуренко рекомендовала ввести ограничения на проведение в закрытых помещениях культурных и спортивных мероприятий до особого распоряжения. Губкинские медики провели конференцию по внебольничным пневмониям. Об эпидситуации и профилактике этого заболевания рассказали заведующий терапевтическим отделением Наталья Захарова и врач-эпидемиолог Евгения Савченко. Специалисты отмечают, что во время роста заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличивается риск получить такое осложнение, как пневмония. В январь 2019 года у нас уже зарегистрировано 37 случаев заболевших. А так, например, за весь 2018 год у нас было зарегистрировано 239 случаев заболевших пневмониями, что на 74,5% выше, чем за весь 2017 год. Основная масса заболевших – это взрослое население, около 78-80%, а оставшееся – это детское население. Большая часть заболевших, около 82%, у нас госпитализируется в стационарное отделение. И что хотелось бы отметить, основная масса заболевших пневмониями – это, конечно же, лица непривитые ни от гриппа, ни от пневмококовых инфекций. На конференции медики обсуждали методы диагностики и лечения пациентов с пневмобольничной пневмонией и способы профилактики заболевания. Снизить риск заражения и избежать серьезных осложнений помогает вакцинация от гриппа и пневмококовых инфекций. Специалисты подчеркнули, пациентам надо рекомендовать не откладывать визит к врачу при появлении симптомов респираторных заболеваний. Как только вы почувствовали симптомы простуды, и они выходят за рамки привычных двух-трех дней, и температура поднимается очень высоко, кашель присутствует, иногда пневмония и кашля не бывает сразу, может быть одышка. Поэтому стоит обратиться к врачу для того, чтобы вовремя диагностировать, сделать обследование, какие нужно в поликлинике. Можно не ждать записи на прием к участковому терапевту, а обратиться с симптомами респираторных заболеваний в регистратуру, откуда пациента направят в кабинет неотложной медицинской помощи и к терапевтам поликлиники.